Ваши газеты. Никто сейчас ничего не пишет, но таким открытым, всем знакомым текстом. То есть, Илдуз Новоревич разработал как бы свой язык, свой язык. Каждая наука, она вообще-то делается именно своим науком, своим языком. И поэтому мне было Илдуз Новоревичу очень интересно работать над этой книгой первой. Конечно, он человек не только настырный, но он еще очень скромный. До того скромный, что пришлось вообще-то ему издать первое, вот это первое издание, чисто на свою зарплату, которую, вообще-то сказать, он там получает. Ребята мои дорогие, товарищи, это вообще-то сказать, очень одержимый человек. Вот он, у меня очень, так сказать, в этом отношении тоже был. Времени нет, вообще-то сказать, это все это самое. Но все равно мы издали эту книгу, издали, все получилось, так сказать. Я очень рад. Ну, еще вот всем огромное спасибо. Знаете, вот мне тоже нравится вот эта библиотека наша скромная. Она нравится, она вообще вот так красиво сделана. Вообще людьми, которые любят книгу. Вот наш народ любит. Так это великолепно, я так понимаю. Вот, когда уже мне Илдуз Наруев сказал, я же и на первом торжествах участвовал, так сказать. Когда сказал, что это библиотека, мы будем сидеть, я обрадовался. Ну, тем более, что вы будете здесь и другие вот. То есть, ну, для нас это вообще, каждая такая встреча, это праздник. Желаю вам всех поздравлений к праздникам. Спасибо. Здоровья, всего хорошего. Спасибо. Я думаю, что нам пора каким-то образом даже закруглить уже. Спасибо за то, что вы сказали добрые слова, через чур много добрых слов. Здесь еще есть профессор Ахтамзян, тоже презентует гораздо более солидную штуку. Вы видите, какое может быть сравнение. Хотя и то, и другое в золотом написано, но это солидно смотрит. Здесь научная школа НГИМО в Лицах. К 70-летию НГИМО издана. И здесь написано, к 70-летию университета, под общей редакцией академика РАН Таркунова, профессора Ахтамзяна. Это практически Таркунов, конечно, под общей редакцией, а практически это создал профессор Ахтамзяна. Это пусть он сам расскажет. Я впервые вижу это. Спасибо. Пожалуйста, профессор, на вашей книге. Мы перешли уже по другой тематике. Не случайно я захватил с собой этот том, который Институт международных отношений дарит своему выпускнику. Это дар в связи с 70-летним. Мы считаем вас, Илдор Снуревич, выдающимся выпускником. Ой, 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 ой. Не надо, не надо. И, ну, что касается того, что я поместил, так, грубо скажу, тебя в раздел дипломаты, которые не порывали с наукой за время работы в дипломатии, таких выявить удалось 10 человек. Столько. Сегодня вот утром мне звонил посол Белоногов Александр Михайлович, который ООН был представителем. И вообще, видны, одеюсь, в ряду этих дипломатов Попал какой-то Холливудин. Нет, не попал какой-то. Какой-то, правильно. Нет. Холливудин занимает определенное свое место среди востоковедов. Вот пишущих востоковедов сравнительно немного, начиная с академика Тихвинского, Капиц, Капиц. Тихвинский, 95 лет, он еще жив. Да. Не давно видел. Вот в начальных, так сказать, разделах именно о них идет речь. О Тарле, который был в Казани, между прочим, в 43-м году, и там завершал свой двухтомник «Крымская война». вот по Тихвинскому, как я уже сказал, пять первых академиков. Тарле, Иванов, Трухановский, Тихвинский. Пятый, сейчас выпал из памяти. Крылов, наверное. Нет, Крылов не был академиком, он был одним из первых профессоров. Одним словом, речь идет о том, что сто очерков о наших выдающихся ученых, и в числе этих выдающихся ученых, выпускников, Елду Снуревич. Да, по моей инициативе, это я не буду скрывать, вот, прямо скажу, но это не вызвало возражений. Никаких, вот, никаких, так сказать, боев на этот счет проводить. Среди востоковедов, которые, главное, как языковеды славились. Баранов, выдающийся знаком, арабского, Харлан Пикарпыч. Профессором, но, Захкагин, арабского языка. Или Усманов, татарского происхождения, тоже арабист. Одним словом, два десятка лингвистов востоковеды преимущественно хорошие знатоки языка. Доволь Снуревич как бы оставил в стороне Урду. Да, нет, зачем Урду? У меня хинди и иронизийский поливался. Ну, здесь вот очерк, объемом 10 с лишним страниц, вот, о творчестве научном. Доволь Снуревич, о его книгах. Эта книга, к сожалению, не попала сюда, вот, но... На следующий раз, когда столетий будет. Да, да, столетия, а может быть, и на 75-ю годовщину, вот. И, может быть, придется поработать в этом смысле. Так что я вручаю. Спасибо. И, может быть, ты, да. Спасибо, что попробуйте посмотреть на канал. Это очень приятно. Пожалуйста. Всего из выпускников Института международных отношений... А их сколько было? Ну, их было 32 тысячи. Опа! Больше уже теперь. Вот 32 тысячи, это официально зафиксировано. Но среди них 23 академика и член-корреспондента. Так что мы с академической наукой не просто дружим, а ее подпитывали среди академиков, иноземцев, арбатов и многие другие. Туркунов нынешний. Туркунов – это самый свежий новый, так сказать. Да, да, да. Так что, поздравляю вас с выходом. Спасибо. Я благодарю за то, что вы остались верны и науке, и публицистике, и своей профессии. Спасибо, мой учитель. Спасибо. Ну, я себя не читаю, учим, хотя лекции, возможно. Мы проводили семинары в Германии по истории международных отношений. Несколько семинаров, когда я учился. Он был, Абдуханат Романович был аспирантом еще, а я был студентом. Мы особенно не общались, разница-то есть, аспирант, учитель, студенты. Ну, я должен сказать уже в порядке таком ироническом и юмористическом. В свое время о других авторах было сказано. Он вспоминать не устает, и все, что вспоминает, издает. И все читать должны России верные сыны. Прекрасно. Конечно. Вот. Нет, это... Смотрим общаться от того, что... Наряду с тем, что в свое время о корреспонденте Известий был такой Скалкин. Может быть, вы кто-то старшее поколение помнят. Вот. О нем было сказано. Рожден не пальцем и не палкой. Ага. Корреспондент Известий Скалкин. А ну его, а ту его... Катманду. Катманду его. Точно. Он встречал, да? Нет, я слышал, я не застал его. Он был, по-моему, одновременно и Катманду, и Дэнни одновременно был. Но я не застал его, не встречал. Но это... И до сих пор остается загадкой российской прессы. Он действительно был сыном восточного человека? Или... Или не знаю, не знаю. Не знаю. Может, это было не паски. Да, я знаю. Вообще, историю российской журналистики стоило бы отдельно писать. То, что мы сейчас сделали с нашим институтом, с нашим институтским научным коллективом, получили уже некоторые отклики. Как вы понимаете, первые экземпляры пошли в администрацию, пошли, безусловно, в МИД, с высокими оценками, которые в своей речи президент на собрании высказал в наш адрес. Это предмет гордости для нас. Так что, прошу любить и жаловать. Пару слов, могу сказать пару слов? Как бы постарайно. На эту тему? Нет, право у вас. Пару слов, давайте, не больше. Хорошо, а то уже мы много уже... Вообще-то мы с вами ведем... А дама, почему же сидит там вдали от нас? Посадите, пожалуйста, рядом с нами. Мы не можем. Единственная дама, красиво улыбающаяся... Действительно. Пишательница. Представьте себя. Я вот как раз не могу о вас что-нибудь сказать. Кучушухов, я тулакаритный журналист, сорокалетний старший. Писать, это, писать, поехали. Хорошо. Автор нескольких сборников. Очень хороших. Спасибо. Значит, для меня... Мы визуально с вами, и вы с Неверой знакомы, но я не знал, что вы для меня сегодня открытие. Открытие и прекрасную книгу. Вот, судя по аннотации, которую я тут просматривал, судя по аннотации, вы специалист по науке, будучи дипломатом, специализируетесь по науке. Это очень, как раз, интересное сочетание. Вот, и судя по аннотации, которая отпечатана здесь, я посмотрел, что книги действительно большой пласт вы подняли, научный пласт, и на различные широкие темы. Ищем. Ищем.